Мальчик Мотл Рубль, сто рублей, сто рублей в месяц и больше может заработать всякий, кто ознакомится с содержанием нашей книги, стоящий всего лишь один рубль с пересылкой. Налетайте, покупайте, ловите, спешите, не то опоздаете. Такое объявление вычитал мой брат Эля где-то в газете вскоре после того, как перестал жить на содержании у своего тестя. А перестал он не потому, что срок кончился. Обещано ему было, собственно говоря, целых три года, а кормили его три четверти года, да и то неполных. С его богатым тестем случилось несчастье. Пекарь Йона обанкротился и превратился из богача в нищего. Каким образом все это произошло, я уже вам рассказывал. Дважды одно и то же я никогда не рассказываю, ну, разве что попросят. Но на этот раз и просьбы не помогут, потому что я очень занят. Я зарабатываю деньги, я разношу напиток, который мой брат Эля приготавливает собственными руками. Научился он этому по книжке, которая стоит всего один рубль, а может принести заработка сто рублей в месяц и даже больше. Как только мой брат Эля прочел о том, что есть на свете такая книга, он сейчас же послал по почте рубль, последний рубль, и сообщил маме, что больше ей горевать нечего. Мама, слава богу, мы спасены. Заработком мы уже обеспечены. Вот так он провел рукой по шее. А что такое, спрашивает мать, ты получил должность? Это получше должности, отвечает брат, и глаза у него светятся. Видно от большой радости. Он просит ее подождать еще несколько дней, пока прибудет книга. Какая книга, спрашивает мать? Уж эта книга так книга, отвечает Эля и спрашивает, хватит ли ей ста рублей в месяц. Мать смеется и говорит, что она рада была бы ста рублям в год, лишь бы верным. Но на это брат отвечает, что у нее слишком скромные требования, и отправляется на почту. Каждый день он ходит на почту, справляется о книге. Уже больше недели, как он отослал рубль, о книге все еще нету. А пока что надо жить. Душу не выплюнишь, говорит мама. Не понимаю, как это можно выплюнуть душу. Но вот и книга. Не успели мы распаковать ее, как мой брат Эля принялся читать. Батюшки, чего только он там не вычитал. Сколько средств. Делать деньги по различным рецептам. Можно зарабатывать 100 рублей в месяц с изготовлением лучших чернил. Можно зарабатывать 100 рублей в месяц с изготовлением хорошей черной вакса. Можно зарабатывать больше 100 рублей в месяц уничтожением мышей, тараканов и прочей нечисти. 100 рублей и больше можно зарабатывать изготовлением ликеров, сладкой водки, лимонады, содовой воды, кваса и других еще более дешевых напитков. Мой брат Эля остановился на последнем рецепте. Во-первых, потому что он сулит заработок свыше 100 рублей в месяц. Ведь буквально так и написано в книге. Во-вторых, не нужно пачкаться с чернилами, ваксой, иметь дело с мышами, тараканами и прочей гадостью. Вопрос только в том, за какой напиток приняться. Для ликеров и сладких водок требуется состояние Ротшильды. Для приготовления лимонады и содовой воды нужна машина, какой-то камень, который бог весь сколько стоит. Остается, значит, одно – квас. Квас – это такой напиток, который и стоит дешево, и расходится хорошо. Особенно в такое жаркое лето, как нынче. От кваса, надо вам знать, у нас барух-квасник разбогател. Он изготавливает бутылочный квас, который славится по всему свету. Квас этот стреляет из бутылки, как из пушки. В чем тут фокус, никто не знает. Это секрет баруха. Говорят, что он кладет туда что-то такое, что стреляет. Кто говорит – изюминку, кто говорит – хмель. Как только наступает лето, баруху рук не хватает. Так бойко идет торговля. Наш квас, который мой брат Эля приготовляет по рецепту, не бутылочный и не стреляет. Наш квас – это совсем особенный напиток. Каким образом его приготовляют, я не могу вам сказать. Мой брат Эля к себе никого не допускает, когда работает. То, что он льет воду – это все видят. Но когда идет самое приготовление, он запирается в маминой комнате. Ни я, ни мама. Никто не удостаивается присутствовать при этом. Но если вы пообещаете мне хранить тайну, то я могу вам сказать, из чего состоит напиток. Я ведь знаю, что мой брат изготавливает. Туда входят лимонные корки, жидкий мед. Какая-то штука, которая называется креметартерум. Кислее уксуса, ну а остальное – это вода. Воды там больше всего. Чем больше воды, тем больше квасу. Все это хорошенько размешивается обыкновенной палкой, так сказано в книге. И напиток готов. Затем его вливают в большой кувшин и кладут кусок льда. Лед – это главное. Без льда весь напиток ни к черту не годится. Это я вам говорю уже не по книге. Однажды я попробовал немного квасу без льда и подумал, что жизни моей конец. Когда приготовили первую бочку квасу, было решено, что продавать его на улице буду я. Кто же, как не я? Моему брату Элли такое дело не пристало, ведь он же женатый, маме и подавно. Да мы не допустим, чтобы мама расхаживала с кувшином по базару и выкрикивала «Квас! Квас! Кому квас?» Все решили, что это работа для меня. Я и сам так думал. Я прямо-таки был счастлив, когда услыхал такую новость. Мой брат Элли начал меня поучать. Кувшин я должен держать в одной руке, на веревочке, стакан в другой, а для того, чтобы народ останавливался, мне нужно было кричать громко и нараспев вот так. «Еврей, напиток, копейка, стакан, холодно и сладко, освежительно!» Голос у меня, как я вам давно говорил, хороший, сопрано, по наследству от отца, царство ему небесное. Я и запел во весь голос, нарочно перепутав слова «Сладкого квасу стакан, копейка, еврей! Глоток, холодок, пей, захлебывайся!» Не знаю, то ли пение мое так понравилось, то ли напиток был и в самом деле хорош. А может быть, от того, что день выдался такой знойный, первый кувшин я распродал за полчаса и вернулся домой, наторговав чуть ли не 75 копеек. Мой брат Элли отдал матери деньги и сейчас же наполнил еще кувшин. Он сказал, что если я смогу обернуться таким же образом 5-6 раз в течение дня, то мы заработаем как раз 100 рублей в месяц. Теперь вычтите, будьте любезны, 4 субботы, которые приходятся на месяц. Рассчитайте, сколько этот напиток нам стоит, и тогда вы сами поймете, какой процент мы на нем зарабатываем. Напиток обходится нам очень дешево, можно сказать, почти задаром. Все деньги уходят на лед. Поэтому надо стараться как можно скорее распродать кувшин с напитком, чтобы куска льда хватило на второй кувшин, на третий, ну и так далее. Вот и приходится с кувшином двигаться быстро, вернее бегать. За мной следом носятся целые ватаги мальчишки. Они передразнивают мое пение, но я не обращаю на них никакого внимания. Стараюсь как можно быстрее опорожнить кувшин и бежать домой за следующим. Сколько я наторговал в первый день, я и сам не знаю. Знаю только, что мой брат Эля, заловка Броха и мама меня очень хвалили. На ужин мне дали кусок дыни, кусок арбуза и две венгерские сливы. О квасе и говорить нечего. Квас мы все пьем, как воду. Перед сном мама постелила мне на полу и спрашивает, не болят ли у меня, упаси бог, ноги. Брат Эля смеется и говорит, что я такой мальчик, у которого никогда и ничего не болит. Конечно, говорю я, хотите, я сейчас среди ночи пойду с кувшином. Все смеются над моей прытью, но на глазах у мамы я замечаю слезу. Ну, это старая история, мама должна обязательно плакать. Я хотел бы знать, все мамы так, не переставая плачут, как моя. Везет нам здорово, не сглазить бы. Дни стоят один другого жарче, печет. Люди изнывают от зноя. Если бы не стаканчик квасу, сгореть можно. Я оборачиваюсь со своим кувшином, не преувеличивая раз десять на дню. Мой брат Эля заглядывает одним глазом в бочку и говорит, что мы уже добираемся до дна. Тогда ему приходит в голову блестящая мысль, и он доливает в бочку еще пару ведер воды. Премудрость эту я постиг еще раньше него. Должен вам признаться, что этот фокус я уже несколько раз проделывал. Почти каждый день я забегаю к нашей соседке Песе и даю ей отведать нашего собственного напитка. Ее мужу, переплетчику Мойше, я даю два стакана. Он хороший человек. Детям тоже даю по стаканчику квасу. Пускай и они знают, какой напиток мы умеем делать. Слепому я тоже подношу стаканчик. Жалко его. Он ведь калека. Всех моих знакомых я угощаю квасом. Даром. Без копейки денег. А для того, чтобы не было убытка, я в кувшин доливаю воды. На каждый стакан квасу, который раздаю даром, два стакана воды. То же самое делают и у нас дома. Например, когда мой брат Эля выпьет стакан квасу, он сейчас же подливает воды. Он прав, жаль, копейку. Заловка выпьет пару стаканов. Она страсть, как любит квас моего брата. Сейчас же доливает водой. Иной раз и мама попробует стаканчик. Ее надо упрашивать. Сама она не возьмет. И опять-таки сразу же доливают. Одним словом, ни одна капля зря не пропадает. И мы, слава богу, совсем неплохо зарабатываем. Мама уже уплатила много долгов, выкупила самое необходимое. Постель. В доме появилось кое-что из мебели. Стол, стулья. На субботу у нас бывает рыба, мясо и белая булка. Мне обещали на праздник новые сапоги. Никому, кажется, не живется так хорошо, как мне. Пади, однако, будь пророком и угадай, что стрясется такая беда, и ваш напиток вдруг сделается противен людям, хотя бы ливая его на помойку. Счастье еще, что меня самого не забрали в полицию. Послушайте, как дело было. Однажды я со своим кувшином забрел к нашей соседке Песе. Вся публика выпила по стаканчику квасу, да и я с ними за компанию. Посчитав, что мне не хватает стаканов 12-13, я выскочил в сене, где у них обыкновенно стоит вода. Но вместо бочки с водой я, видно, попал в бадью, в которой стирают белье. Плеснул в кушин стаканов 15-20 и побежал на улицу, распивая новый куплет, который я сам придумал. Люди добрые напитком райским вас напоим. Мне б такую жизнь и вам, и нам обоим. Останавливает меня один прохожий, дает копейку и велит налить себе стакан квасу. Выпил его залпом и сморщился. Мальчик, что это у тебя за напиток? Но я не обращаю на него внимания. Тут же стоят еще двое и дожидаются, чтобы я им налил. Один отпил полстакана, другой треть. Уплотили, сплюнули и ушли. Еще один поднес стакан ко рту и, не попробовав, сказал, что пахнет мылом и как будто солоно. Следующий только взглянул на стакан, вернул мне его и спросил, что это у тебя? Напиток такой, отвечаю. Водичка. Водичка, переспросил он. Водичка? Воничка, а не водичка. Еще один подошел, попробовал и выплеснул весь стакан прямо мне в лицо. Минуту спустя меня окружили со всех сторон мужчины, женщины, дети. Все говорят, размахивают руками, горячатся. Увидал городовой, что собираются в кучу, подошел и спрашивает, в чем дело? Рассказали ему. Он подошел, заглянул в кувшин и велел дать ему на пробу. Я налил стакан квасу, городовой отхлебнул, сплюнул и рассверепел. Где ты взял такие помои? Это по книге, отвечаю я, работа моего брата. Мой брат его сам делает. Кто твой брат? Мой брат? Эля? Какой такой Эля? Не болтай, дурья голова про брата, заговорило несколько человек сразу, примешивая древнееврейские слова, чтобы городовой не понял, о чем идет речь. Поднялся шум, крики, скандал. Все время прибывают новые люди. Городовой держит меня за руку и хочет нас, меня и напиток, отвезти прямо в полицию. Шум усиливается. Сирота, несчастный сирота, слышу я со всех сторон. Чует мое сердце, что дела мои плохи. Я оглядываюсь по сторонам. Люди, пожалейте! Пытаются сунуть городовому в руку монету, но он не берет. Тогда один старик с вороватыми глазами говорит мне по-древнееврейски «Мотл, вырви руку, ноги на плечи и драло». Я вырываюсь, смазываю пятки и бегом, ни жив, ни мертв, вваливаюсь в дом. «Где кувшин?» спрашивает мой брат Эля. «В полиции», отвечаю я и сплачем припадаю к маме. «В полиции»